В Кыргызстане с начала года успешно проводятся операции по пересадке почки. С июня начали пересадку печени. И вот в августе уже ожидается очередной прорыв в области трансплантологии. Впервые в республике будет пересажен костный мозг. Маленькие пациенты из Национального Центра охраны материнства и детства уже ожидают своей очереди. Очень много детей болеют онкологическими заболеваниями, которым нужна только пересадка костного мозга для выздоровления. И мы тоже запланировали. Многие наши специалисты прошли специализации в Турции и в России. И на настоящий момент закуплены все оборудования для пересадки костного мозга. И 2 августа в центре Охрана материнства и детства начнем пересадки костного мозга. В стране более 18 тысяч человек страдают циррозом печени и гепатитом. Для того, чтобы выздороветь, таким пациентам требуется пересадка печени, которую ранее делали только за рубежом. Стоимость операции достигала 150 тысяч долларов. В Бишкеке в начале лета были проведены две такие операции. Как и пересадка почек, они проводятся бесплатно. Все средства предоставляются из президентского фонда. В настоящее время после обучения наших специалистов по пересадке печени в Турции и России началась пересадка печени. Успешная пересадка печени проведена 10-11 июня двоим больным. В настоящее время готовится 15 больных. С февраля месяца 2024 года началась пересадка почки бесплатно в Кыргызстане. Каждую неделю проходит по одному, по две пересадки почки бесплатно нуждающимся. В настоящее время в очереди стоят более 150. Из них около 10 человек уже запланировано. Для обеспечения граждан доступными лекарствами во всей республике открыто 84 государственных аптеки «Эляман». Препараты в них стоят дешевле на 20-25 процентов. И всего там представлено порядка 2000 наименований лекарств. Кроме того, государственное предприятие «Кыргызформация» начало полностью обеспечивать потребности 290 организаций здравоохранения в лекарственных средствах. Сейчас напрямую составлены договоры с 90 производителями из 35 стран и с 17 местными производителями. «Если сенообразование остановится, то раньше лекарство, которое закупалось в тендерной основе, то когда «Кыргызформация» начал закупать, дешевле на 200-600 процентов начали». Подводя итоги работы Минздрава за прошедшие полгода, министр остановился и на повышении зарплат медработникам. «Нужда в кадровых дефицитах мы решили тем, что подняли педиатрам, анестезиологам, нематологам, неонатологам и общим хирургам компенсации по 20 тысяч сом с 1 июля. И количество депозитных врачей подняли из 200 до 500 и добавили зарплате на квартал 66 тысяч сом. Кроме того, было отмечено, что в Кыргызстане построят 20 больниц за счёт государственного бюджета. Сейчас уточняется смета расходов, архитектура и места, где особенно остро не хватает медучреждений. Кроме того, из президентского фонда были выделены средства на покупку 7 машин скорой помощи и 26 машин-вакцинаторов для службы иммунопрофилактики.